Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как рассказала Татьяна Владимировна Африкантова в Перископе, новый ведущий «Острова любви» Андрей Черкасов установил жесткие порядки. Он даже требует, чтобы участники называли его по имени-отчеству. Также он заселил всех участников парами. Эти нововведения довели до слез Марину Африкантову. 18-летний Роман Капаклы, который ухаживает за Мариной, опубликовал совместное фото с ней. «А вы думали, мы тут в игрушки играем?» – подписал он этот снимок. Ну а Марина радуется тому, что ее страницу в Инстаграм наконец-то восстановили спустя месяц, и она может общаться с поклонниками. «Моему счастью нет предела», – пишет она, – «я с вами». «Сегодня я самая счастливая, сегодняшний день особенный. Теперь моя инстасемья, я с вами». Роман Гриценко, который недавно поставил точку в романе с Машей Кахно, почти сразу переключил свое внимание на новенькую участницу Ринату Адамян. Но зрители выбора Ромы не оценили. Многим показались смешными ее слова о том, что она состоялась в модельном бизнесе. И в отличие от Кахно, может похвастаться естественной красотой. Также Роман Гриценко не прочь отправиться на Остров любви, где сейчас находятся только свободные участники. На данный момент он выделяет Аиду Бабаеву. Он ведет с ней активную переписку, хотя ничего девушке не обещает. Также на Остров любви хочет и Никита Шалюков. Он просит всех голосовать за него. Ольга Рапунцель в недавнем эфире похвасталась очередной порцией брендовых покупок. Она устроила целое представление после очередного похода по магазинам. Не остался без обновок и Дмитренко. Правда, в отличие от Оли, ему достался спортивный костюм отечественного производства. В сеть попало видео, которое снимал Антон Гусев в Дубае. На нем маленький Даниэль резвится в одной кровати с Викой Романец. Сам Антон снимает все происходящее и уговаривает сына отправиться в свою постель. Теперь Феофилактова узнает об обмане Антона. В то время он обещал ей, что они будут жить в разных гостиницах. Оказалось, что в одном номере еще и кровати рядом. Елена Степунина снова легла на лечение в больницу. Она рассказала подписчикам, которые за нее переживают, что опухоль уже значительно уменьшилась на 83%. Желаем Елене скорейшего выздоровления. Илья Ебаров рассказал о том, что его любимая ждет ребенка. «Любимое спасибо», пишет он, не ожидал, что так все быстро. Марина Мексика окончательно вернулась к своим натуральным губам. Все окружающие замечают, что ей стало гораздо лучше. Степан Менчиков публикует новые снимки с дочкой Варварой. Девочке недавно исполнилось полгода. Подписчики осудили жену Степана, Евгению Шамаеву. Она опубликовала достаточно откровенную фотографию в своем микроблоге. Сама Женя отметила в комментариях супруга со словами «Муж, ты куда смотришь?». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.